Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Трейсер. Смотрите, что вокруг меня находится. Я в этом году, наконец-то, нашел нормальный снег. Второй раз за всю зиму вижу снег. Но здесь его реально много. Мы сейчас находимся с Николаем у подножья горы Гаверла. И сегодня мы планируем подняться туда. Сейчас утро. Сейчас где-то примерно температура минус 10. Наверху будет намного прохладнее. Там еще будет страшный-страшный ветер. Но я думаю, пока мы туда поднимемся, в принципе, температура уже как-то здесь должна будет быть немножко теплее. И, соответственно, там, наверное, когда мы поднимемся, будет так, как сейчас здесь. Правильно? Я думаю. Да, в общем, в планах у нас сегодня подняться на гору Гаверла. Потом, когда будем спускаться, практически, когда в самый не спустимся, планируем сделать какое-то место для ночевки и остаться сегодня на ночь в горах. Кстати, смотрите, ребята. Вот здесь такая база, Заросляк, да, кажется, называется? База Олимпийского резерва Заросляк. Я здесь был летом. Летом здесь такой движ. Вот тут ярмарка, короче. Люди что-то бегают, продают постоянно. А сейчас мы сюда приехали, здесь ни души нету. База на карантин нас не хотели пускать. Мы уже думали, нам придется даже на Гаверлу подниматься нелегально. Но, слава богу, говорили. Мы думали, что здесь, да, все будет печально из-за карантина. Я, кстати, еще недавно переболел. Смешно относился к этому коронавирусу. Но, блин, когда заболел в период коронавируса, было совсем не весело. В общем, можно сказать, только вчера перестал болеть. Сегодня уже поднимаюсь. Я надеюсь, что все будет хорошо. Ребята, вы можете сразу же наш поход такой поддержать лайком. Я думаю, что видео будет длинное, интересное. Оно вам понравится. Смотрите, ребята, как я говорил, ярмарка пустая. Но есть какие-то следы. Видимо, кто-то иногда все-таки куда-то ходит. Есть разные варианты подъемов маршрутом. Мы уже будем идти вот этим синим маршрутом. Он называется на украинском стримкой. Коля его называет просто штурмовой. Или как ты его называешь? Это чуть-чуть не так, как бы по привычке. Ну, короче, да. Типа, самый, вроде как, быстрый он. И мы, получается, будем им подниматься. Он рассчитан на 2 часа. Но я думаю, из-за того, что сейчас зима, возможно, будут некоторые сложности. Скорее всего, мы дольше будем подниматься. Да, потому что много снега. Проводится, когда попало по околе на по снегу. Поэтому... Ну, да. Уверен, мы сейчас будем идти как минимум по колене. Где-то время от времени будем проваливаться. Иногда даже глубже. И, короче, да, все. Давайте уже выдвигаться. Потому как у нас сегодня еще очень много планов. Нам еще нужно будет строить убежище для ночлега. Поэтому в путь. Решили с Колей сделать небольшой такой привал. Кстати, ребят, хочу, чтобы вы обратили внимание, что мы с Колей одеты в полностью одинаковую одежду. У нас полностью практически все. Одинаковое снаряжение, рюкзаки и так далее, и тому подобное. Только у Коли цвет койот. А у меня... Олива. Олива называется. В общем, вещи у нас от компании МТАК. В принципе, это демисезонные вещи. Но в зимнюю пору, в минусовую температуру очень даже хорошо подниматься. Сейчас еще немножечко отдыхаем. И идем. Наверное, уже начинается самый сложный этап. Это вот эта вот гора. Вон, кстати, я вижу на горе кто-то уже спускается вниз. Ребята, перед самой вершиной, как говорил, решили попить чайку. Немножко подостыть, потому как там все-таки минимальная какая-то влажность под одеждой есть. Сейчас наверх поднимемся. Ну и вы нафиг этот ветер только выздоровел. Греется. Водичка. Будем сейчас пить чай. Кстати, ребята, пока греется водичка, расскажу вам, какие у нас вообще планы. Бывает, люди ходят в горы в сложные походы. Это, в принципе, достаточно легкий поход. И бывает так, что люди зимой остаются, как бы сходят как-то с маршрута. Или лыжники катаются, сходят с маршрута. И им приходится ночевать в зимних условиях в горах. Это, как бы, очень опасно. Потому как одну зиму такую можно и не пережить. И на такой случай придумали различные зимние убежища. Один из них, это просто в таком сугробе вырыть нору и в ней переночевать. И мы решили сегодня, так сказать, фейково воспроизвести такие условия. Типа мы потерялись в горах, но на самом деле мы не потерялись. Потому как этот маршрут, он, в принципе, знаете, несложный. Здесь, ну, заблудиться, как я уже говорил, реально нужно постараться. Хотя, конечно, все возможно. Так вот, мы сегодня сделаем вид, что мы заблудились. И попытаемся соорудить такое убежище. Но мы его будем делать не высоко в горах, а где-то практически в самом низу. Для того, чтобы, если оно у нас как-то не получится. Потому как, ну, мы не профессионалы в этом деле. Ну, именно в стройке сугробов. Поэтому мы спустимся в самый низ. Если что-то у нас ночью пойдет не так, мы всегда сможем уйти, чтобы, как бы, не подвергать свою жизнь какой-то опасности. Подивиться на тебя с бочинцем, блин. Всю воду нашу использовали для того, чтобы сделать чаю. Взял, накидал туда снега. Спасибо, Колечка, что попью классного чаю. Можно вот, реально было нормально чаю попить. От нас под краном, блядь. Нормально чаю можно было попить. Ты взял, испортил все. Пей сам чаек, Колечка. Спасибо тебе за чай. Хотел, ребята, попить немножко чаю, согреться. Но, увы, не судьба. Буду уже пить чай, когда вернемся в цивилизацию. Ахинь, да? Ахинь. Да-да, надо, чтоб ниже над нами пролетел. Короче, ребята, был у нас очередной привал. Камера была глубоко в кармане. Буквально, я не знаю, там... Ну, Коля ниже немножко был, я выше. Я снял, я снял, как напугал. Ну, у меня было вообще вот так вот. Я не знаю, 10 метров от меня, он вот так над землей пролетел. Жалко, не снял. Очень классный кадр был. Сейчас буду камеру под рукой держать, раз он опять тут летает. Может, сейчас что-то интересное. Такое чувство, что можно его палкой сбить. Да, вот реально, там кинул бы палку и, короче, все, ДТП, авиакатастрофа была бы. Ну, все, ребята, как видите, остался последний рывок. Погода сегодня на нашей стороне полностью, ветер. Оп-оп-оп-оп-оп! Вон там я был, и он там сейчас над землей пролетает, смотрите. Вон там прям вообще чуть ли не черкнул землю. На ширик плохо видно, но над нами сейчас тоже достаточно низко пролетел. Я надеюсь, я это красиво снял. Ну, все, ребята, осталось немножко рукой подать. Смотрите, вот так вроде солнца не видно, а вот так, надеюсь, видно. А вот так опять не видно. Вон Коля уже стоит, последний шаг остался ему. Иду к нему, короче. Мы поднялись уже наверх, здесь дует сумасшедший ветер. Но, в принципе, погода сегодня очень шикарная. Шикарный вид во все стороны, вот так, куда ни посмотри, нигде ни туч, ни туман, все видно. Здесь, кстати, некоторые люди свои ленточки оставляют. У нас с собой, конечно, ничего нету, поэтому следово себе пребывания никаких здесь не оставим. Но на память останется это видео. Надеюсь, оно будет классное, хотя это только его первая половина. Самое интересное еще у нас все будет сегодня. Ну все, ребята, постояли немножко, порадовались. Пора уже уходить, потому что можно заболеть с таким ветром. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот такая у вас появилась глупая идея, да? Я бы не сказал, что глупо, я уже метров 50 проехал. Ну что, поехали, попробуем. Все, ребята, основная часть уже за спиной. Вот одна горка, за ней там еще одна или две горки, я уже не помню, сколько там горок было. В общем, ребята, самое сложное все уже позади. Дальше, в принципе, ну, грубо говоря, по прямой, разве что вот по такую вниз небольшую горочку. Где-то час у нас остался до базы. Да, где-то час до точки старта база заросляк. И мы решили, вот я уже говорил, еще раз повторюсь, воспроизвести вот такую ситуацию, типа мы случайно вот потемнело или что-то с нами случилось, и мы ушли с маршрута, и мы заблудились в горах, снег. И что нам делать, как-то нужно выживать. Ну, на самом деле, мы не потерялись, мы специально уходим в сторону, во-первых, для того, чтобы нас там никакие, ну, никто там увидит, подумает, больные на голову чуваки, там сейчас МЧС-никам позвонят. Короче, мы сейчас отходим где-то в сторону немного, совсем недалеко, чтобы не потерять, так сказать, вот эту точку, с которой мы сходим, чтобы мы могли в случае чего, если у нас что-то пойдет не так, вернуться. То есть у нас как бы все под контролем, даже если мы что-то неправильно сделаем, мы всегда сможем встать, и нам час до цивилизации мы уже, короче, будем пить теплый чай где-то. Поэтому идем, сейчас будем искать какое-то место для того, чтобы построить землянку. Я думаю, чтобы сэкономить немного времени, нам нужно найти, где, во-первых, просто глубокий снег есть. После того, как мы найдем это место, мы просто возьмем и накидаем лопатой. У нас лопата с собой маленькая есть, такая тактическая, тоже, кстати, от МТАК. Кстати, вот протестил шмотки от МТАКа, на гору сходил, в демисезонник, в принципе, неплохо. Я уже говорил ребятам, что ссылки на каждую мою шмотку у меня в описании можете найти. Кому нравится такая одежда, мылосты просто, мне откажут. Короче, ладно, пошли искать место для нашего сугроба. Нашли вот такую вот полянку и здесь решили, что мы построим свой сугроб, в котором будем ночевать. Глубина снега здесь, ну, вот так где-то, если зарыться. Ну, короче, только что здесь проваливались поколения. В общем, Коля, расскажи нам в двух словах, что мы будем строить, как будет выглядеть наш сугроб. Ребята, сразу, чтобы было меньше какой-то от вас критики, мы хотим что сказать. Мы в этом деле не специалисты, это не способны как-то по выживанию, как надо делать. У нас может быть множество ошибок, потому что, в принципе, у Сергея было один раз в жизни, там он на любви себя выживал. У нас просто, перебью Коля, у нас просто не какая-то экстремальная ситуация, где нам реально нужно выживать. Если что-то пойдет не так, мы просто встанем и уйдем отсюда, потому как даже ночью здесь мы сможем выйти, потому как мы уже практически в самый низ спустились. То есть это не вершина игры Гаверла, это даже не средина, это уже как бы меньше средины. То есть там буквально час времени, и мы уже доберемся до цивилизации, и все будет хорошо. Поэтому, как бы, ни в коем случае, там не повторяйте, не берите как-то за норму какие-то правила, то, что мы делаем. У нас будет много ошибок, но мы что-то построим и будем сегодня здесь жить. Мы будем строить убежище по типу Квинзи, это когда набрасывается уже готовый снег, то есть сугробом, потому что когда стоя снега мало, надо набрасывать. Соответственно, потом уже в нем вырывается снежная такая, как нора. Называется тип Квинзи, такое канадское убежище, если я не ссупаюсь. Ну, попробуем, что-то построим. Короче, у нас есть, ребята, вот такая вот лопатка. Жалко, что мы две с собой не взяли, взяли всего лишь одну. Ну, но снег это не земля, я думаю, что даже такой маленькой лопаткой мы без проблем сегодня выкопаем сугроб. Но прежде чем намчать его выкапывать, нам нужно сперва насобирать такую гору снега, потому как глубина здесь где-то по колени, ну, максимум по колени. И я думаю, что лежать там будет некомфортно, поэтому начнем, ребята, с того, что накидаем такую небольшую горку снега. Итак, ребята, так как лопата у нас одна, будем копать по очереди. Сейчас копает первый Коля, он покопает, немножко разогреется, либо устанет. Хотя, я думаю, снег будет не тяжело копать, я думаю, вряд ли он устанет. А потом его подменю я. Вот такую кучу, ребята, мы уже накопали. Короче, ребята, для того, чтобы снег более плотно лежал, приходится его вот так лопатой утрамбовать, потому как большие щели между вот этими такими грудками приходится их разбивать и вот так утрамбовывать. Отчего получается накидывать, мало того, что маленькой такой лопаткой сугроб неудобно, так еще и в два раза дольше получается, потому как дурную работу делаем. Ну что, ребята, времени прошло немало, работы сделано вроде как не так много, снег вроде не такой уже твердый, но какой-то он неудобный, потому что лопатка маленькая, приходится бороться за каждый сантиметр. Итак, ребята, прошло немало, немало времени. И наш пятизвездочный отель в Карпатских горах готов. Что-то у меня сморгает фонарик, видимо, уже садится, потому что пока копали, все время нужен был свет. В общем, сразу же настелили себе под низ вот таких вот веток от смореки, оно похоже на елку, но это сморека. В общем, у нас, конечно же, есть толстые карематы, но я думаю, что так как наша берлога сделана не по технологии, плюс мы ее выкопали немножко, наверное, больше, чем надо, но мы все-таки видеоблогеры, нам надо пространство, чтобы тут было для съемок, потому что, ну, по сути, без камеры мы бы, конечно, если бы в подобных условиях остались, мы бы вырыли такие норы, чтобы чисто туда можно было заползти как-то, лечь. То есть, чем она меньше, по идее, как бы ее будет проще обогреть. То есть, там какой-то горелкой, свечками просто надышать, но главное закрыть вход. В общем, ребят, вот такая вот у нас реально гостиница получилась. Сейчас еще постелим сюда карематы, и можно уже, в принципе, там похавать что-то, чайку какого-то попить и ложиться спать. Очень тяжелый сегодня день был. Я даже не знаю, чтобы было тяжелее подняться зимой с таким рюкзаком на говерлу, либо же вырыть землянку. Наверное, рыть землянку все-таки тяжелее было, потому как, ну, что там, идешь себе вверх, да и все, в принципе, не на четвереньках же ползли. В общем, ребята, смотрите, вот такая толщина наших карематов. Я думаю, их достаточно было просто для того, чтобы спать на снегу. Ну, а мы еще вот настелили веток, и получается, что толщина, как бы, будет между спиной и снегом очень большая, так что, я думаю, в любом случае не замерзнем. У нас, конечно, не супер-ультра-мега теплые спальники, но я думаю, что сегодняшняя ночь пройдет очень хорошо. Я, кстати, вот залез сюда в берлогу, тут посидели немножко, хотя вход еще полностью не закрыт, уже достаточно тепловато. Сразу теплее было. Сейчас, короче, застеливаемся, растеливаемся. Короче, ребята, снял свои чуни, несмотря на то, какой сегодня прошел день, ну, как бы поверхностно они такие влажные, но внутри они полностью сухие. Носки у меня тоже сухие. Это специальные какие-то трекинговые носки, тоже, кстати, МТАКовские. Ну что, я немножко подразделся, и можно уже залазить в спальник. В спальник, я думаю, сейчас немножечко подсогреемся, хотя, кстати, здесь чувствуется теплее, чем на улице. Сразу, мне не холодно сейчас вообще. Да. Я думаю, без проблем пройдет наша ночь, главное, чтобы не было проблем с вентиляцией. Но мы загородили, ребята, вход. Там, в принципе, есть щели у нас для воздуха. Я думаю, из-за тех щелей мы сильно не замерзнем. И дышать тоже будет чем. Вот это единственное, что в нашей берлоге может быть неправильно, это вентиляция. Но я думаю, должно проканать. Смотрите, ребята, как мы настроили свет, как профессиональный светооператор. Бля, как это называется, профессия, когда свет настраивают? Короче, есть в кино человек, который настраивает свет. Смотрите, как мы классно сделали. Никому нету засвета в лицо, и свет как в квартире. Я надеюсь, этот свет сейчас нашу землянку не растопит. Кстати, дыхни. Пара нету, то есть здесь уже как минимум ноль. Класс. Мы вот закрыли вот так все по красоте. Ну что? Часа полежали. Давай. Может, сейчас. Да, мы пока позалазили, как червяки в эти спальники. Да, кстати. Смотрите, твою камеру. Что, давай уже делать чай. Я, кстати, в речке, которая рядом возле нас течет. Я вам ее, кстати, в начале видео показано, набрал воды. Я надеюсь, она там чистая. Потому что кто-то сегодня всю питьевую воду, у нас ее, кстати, не так уж много было, взял, осквернил снегом. Я, конечно, понимаю, что снег чистый, но зачем было? Так. Одеваем. И, наконец-то, пьем чай. Потому что целый день, больше всего на свете я хотел чаю. Сейчас, кстати, вот еще включим горелку. Она тут еще нагонит немножко температуры. Я думаю, что когда мы уже будем ложиться спать, там, в принципе, ну, всю ночь, наверное, газа не хватит, ребята. Но, насколько будет хватать, пусть работает, пусть обогревает. На маленьком огне. Тоже давать какой-то, ну, хреть воздух. У нас хорошая вентиляция. Там есть, как минимум, два таких отверстия. Мы их оставили. То есть мы могли бы, в идеале, или пробивать одно сверху, одно снизу для газа и для кислорода. У нас вверх слишком высокая горка насыпана. Так что, скорее всего, можно было бы... Вообще, я думаю, все будет супер. Ну что, включай. Все. Ждем чаеху. Кушать будем, да? Да. Сейчас, кстати, взяли с собой тоже, ребят, сублиматы, чтобы ничего не готовить, потому что сейчас уже время... Ого! 21.48 уже. Короче, мы чуть-чуть проморочились с этой земляночкой. Долго. Потратили немало времени. Это, в принципе, сколько мы? На часов 5, даже 6, наверное, да? Ну, во сколько темнеет? Мы за час где-то или полтора до того, как начало темнеть, начали строить. И вот сейчас, вот, 10 часов, грубо говоря, мы только залезли в спальник. Ой, пар пошел. А что пошел? А я не знаю. Не было же пара. Ты включил горелку и пошел пар. Такой-такой странный эффект. А почему так получается? Да, напишите, ребят, в комментарии, почему так получается. Потому что, ну, по ощущениям тепло. Правда, под утро, наверное, можно замерзнуть, потому как под утро обычно всегда самая такая холодная температура. Не было, паришь, дышал. Смотри, вообще какой-то нонсенс. Может, типа, температура упала на улице, и, соответственно, у нас тоже тут... Ну, за 2 минуты такого не было. Ну, я не знаю. Ладно, пишите в комменты, мы обязательно почитаем. Ну, тут реально интересно. Я же только что показывал, одним кадром это все снимаю, что пара не было, а сейчас есть. Ну, немного, кстати. Удивительно. Может, как-то связано с тем, что мы газ включили. Вообще, я в соке. Все, ребята, ждем, когда закипит водичка, и будем пить чаеху. И хавать уже. Ну, все, ребята, водичка закипела. Все, ребята, наконец-то я дождался этого момента. Колян, наливай воду. Сейчас будем делать чаек. И будем его пить. Налил, конечно, мне воды. Очень щедро. Так, где-то поставить, чтобы не упало. Что я хочу сказать. У меня есть сникерс, который я хотел съесть. Почти на вершине гаверлы с чайком. Но так как чайку мне не удалось попить, пришлось сникерс сохранить. Сейчас буду пить чаек. И хавать сникерс. Вкусный сникерс у тебя, Сережа? Ты же съел сникерс. Что ты его делаешь? Вкусный сникерс? Хочешь, поделюсь. Конечно. Мне жалко ему. Конечно. Я вообще-то об этом и намекаю, что я вообще хочу сникерс. Так я же говорил, что поделюсь с тобой. Вот так вот. Какой хороший друг. Можно, я думаю, пить чаек. Я даже знаешь, что переживаю? Что мы могли вот тогда хоботились, разогрелись, поэтому нам не холодно. Ну, чаек, на самом деле, перед сном выпить, я думаю, он нас подсогреет еще немножко. Конечно, да. Казалось бы, зачем дома, в теплой постели, так же гораздо интереснее, гораздо увлекательнее. Но знаете, в такие моменты, как-то по-особенному чувствуешь, что ты живешь. Мне кажется, такой момент, такой ночлег. И буду вспоминать через 10 лет. Я вот не хотел тебя перебивать, но хотел сказать, что ты это запомнишь. Как мы вот с трейсером в Карпатах, под Гаверлой, вот такой вот сделали, как спали, ночевали, как ссорились 30 раз. Это осталось, конечно, за кадром, да? Как 30 раз мы смотрим друг друга. Кричали, ссорились, спорили. Ну, тем не менее, задачи выполнили, все сделали просто реально супер. Как-то такой даже новый подъем сил пошел. Сейчас мне кажется, надо просто лечь уже, поспать немножечко. И будет вообще огонь просто. Я очень доволен, если честно. В общем, ребята, газ до сих пор горит. Включу тихонько фонарик на один люмен, чтобы не разбудить Колю. Вон там со спальника торчит его нос. Не буду сильно на него светить. В общем, ребята, что могу сказать? Поспали мы где-то полчаса. Сейчас, кстати, сработает будильник. Мы поставили на всякий случай через 45 минут будильник. Ну, мало ли там воздуха не будет, либо холодно. Ну, контролировать ситуацию немного. Все-таки, какой-никакой экстрим минимальный. Я думаю, что мы здесь легко продержимся до утра. Правда, интересно, что будет, когда догорит газ. Но на тот случай у нас есть свечи еще. Так что, я думаю, у нас полно шансов досидеть здесь до утра. Всем, ребята, доброе утро. Ночка была не то чтобы спокойная, а была страшная немножко. Все время посещали мысли, что эта штука сейчас, не дай бог, завалится. Ну, как бы вес неплохой над нами был, над головой. Ну, слава богу, все хорошо. В принципе, на удивление было тепло, потому что мы, может, не полностью к технологии придержались, но максимально, насколько могли, придержались. Но под утро, конечно, уже там, да, чуть-чуть морозы ударили сильнее. И, ну, как правило, под утро самая холодная такая температура. И было слегка прохладно. Ну, не то чтобы прямо настолько, чтобы вылететь и бежать. Газ за ночь весь сгорел, поэтому чайку мы утром уже не пили. Кстати, знаете, что интересно? Что вот просыпаешься, вроде прохладно, но только, короче, вот рюкзак со входа забираешь, то есть делаешь дырку, сразу же чувствуется, вот насколько сильно поменялась температура. Поэтому мы вот так быстро собрались и ушли. Вот, кстати, смотрите, уже подходим там, где мы начинали наш маршрут. Вот, ребята, мы уже вернулись на Заросляк. Здесь коронавирус выкосил всех людей. Никого нету. Очень хорошо. Мы машину оставили в ближайшем селе, до которого сейчас нам еще придется шкандыбать и шкандыбать. Сейчас пройдемся немножко вперед. Я вам покажу, почему мы машину оставили в селе, там, а не вот здесь. Ребята вышли на вот эту дорогу, по которой мы решили, что мы не проедем. Кстати, смотрите, сегодня здесь еще машины не ездили. Вот такой лед. Я его прям ногами могу раздавить. Это, конечно, не самый страшный участок этой дороги, но он длится достаточно долго. И высокая вероятность того, что на нашей машине она очень низкая, мы сюда не вышкребаем. Поэтому было принято решение идти пешком аж до Ворохты. Ну, пока мы идем до Ворохты, вы можете нам поставить лайк за наши старания. Я думаю, видос вам очень понравился. Я чуть не упал еще. Подписывайтесь на канал Коли. Ссылка на него будет в описании. Заходите, смотрите его версию этого видео. Я надеюсь, на тот момент, когда я выпущу это видео, оно уже там будет. Ну, мне еще раз повторюсь, сможете поставить лайк. Подписывайтесь на канал, для того, чтобы не пропускать новые видео. А следующее видео я планирую пойти опять в Чернобыль. И по вашим рекомендациям, ребята, в комментариях я усовершенствую землянку, а конкретно сделаю классную-классную печку, чтобы она реально по-правильному смотрелась и максимально эффективная была. Ну все, ребят, с вами был Сергей Трейсер. Всем до новых встреч. Всем пока.